Что касается дополнительной эмиссии, то, конечно, решение собрания акционеров необходимо. Другое дело, что не всегда эта эмиссия бывает дополнительной. Могут размещаться пакеты акций, которые уже были выпущены, в том числе и в виде американских депозитарных расписок. То есть это некий инструмент, который позволяет многим не непосредственно вкладывать свои сбережения непосредственно в акцию, но и в некий инструмент, который имеет большую ликвидность на международных рынках, чем сама акция. Важнейшей задачей, о которой говорил президент в своем послании недавно, становится свободная конвертация, конвертируемость рубля, что позволит облегчить доступ как эмитентов, так и частных инвесторов к рынкам капиталов, рынкам ценных бумаг. Но пока такой свободной конвертации не существует, существуют различные ограничения по инвестициям в иностранной валюте. Существуют, конечно, механизмы, через которые и без получения такой лицензии частное лицо может инвестировать в инструменты, деноминированные в иностранной валюте через, допустим, брокерские конторы, через банки, которые выступают просто посредниками в этой сделке, сами имеют все необходимые разрешения лицензии и выступают от имени такого вкладчика, который просто открывает соответственный счет в этих компаниях. Но сама компания уже осуществляет все операции как юридическое лицо, имеющее все полномочия на это, все необходимые лицензии, как я сказал. Иностранные инвесторы поступают по-разному. Это зависит от того, насколько они хорошо знают российский рынок, как долго они на этом рынке, имеют ли они какие-то уже представительства здесь или компании, с которыми они долго работают. Многие очень долго работали через российских компаний, через российские компании, но мы знаем, что ряд уже крупных иностранных банков здесь открыл свои, не только представительства, но и российские компании, соответственно, это уже прямой вход на этот рынок. Ну, она, естественно, регистрируется, создается, потом получает необходимые лицензии, если это банк, то в Центральном банке или в Федеральной службе. У каждого инвестора, будь он крупная компания или даже частный маленький инвестор, есть своя стратегия. Он прежде всего должен выбрать тот сектор экономики, который его привлекает. Он должен, ну, в идеале, я говорю, потому что есть инвесторы, которые, я не знаю, считают, что фондовый рынок – это что-то вроде тотализатора, где поставил на компанию, которую он считает там наиболее привлекательной и выиграл. На самом деле это достаточно серьезное дело, где нужен, в общем-то, почти для каждого серьезный профессиональный совет, потому что любая, даже самая известная компания переживает годы развития и упадка. И, соответственно, цена того или иного инструмента зависит от того, в какой форме эта компания в настоящий момент находится. То есть можно было купить, допустим, акции компании IBM в начале 70-х, когда она взлетела до небес, да, а потом, как мы знаем, эта компания переживала глубокий кризис, да, и в течение, там, ряда лет стоимость их акции, ее акции упала очень значительно. То есть если было бы купить эту акцию на пике, хотя IBM все знали, да, говорили, что куда движется IBM, тогда движется американская экономика. То есть, ну, однако, все, понимаете, сейчас можно там думать, что такой компанией является Microsoft или не думать. В любом случае, когда кто-то собирается вложить, вы же, когда покупаете, допустим, огурцы или картошку на рынке, вы же, прежде чем купить, смотрите, да, вы знаете, вы спрашиваете, откуда эта картошка, да, смотрите, не гнилая ли она или какого она сорта. Это подразумевает, что вы разбираетесь, вы уже ели эту картошку, да, и вы знаете, чем отличается там один сорт американка, а американка там от еще чего-то, от другого сорта картофеля. Соответственно, ну, это примитивный такой пример, но от него никуда не уйти и в акциях. То есть человек, который вкладывает, он не может там поднять палец и посмотреть, в какую сторону ветер дует. То же нужно, если мы говорим о серьезных инвестициях, то нужно обратиться к профессионалу и к синоптику, и узнать, какие там фронты, там гроза или дождь ожидается. И то они ошибаются, правильно? Ну, по крайней мере, у вас уже какой-то научный подход к этому. Соответственно, когда вы вкладываете в компанию, вы должны посмотреть, какая у нее история, какие у нее доходы были в прошлом, позапрошлом году, что, какие перспективы развития, оценки различных аналитических служб, различных банков. Никогда нельзя смотреть на аналитику одной компании, потому что эти мнения порой диаметрально противоположны. Нужно смотреть на рынок в целом. Например, в некоторой компании в условиях упадка рынка, спада лучше себя ведут, чем наоборот. То есть есть даже целые такие отрасли, допустим. Там, я не знаю, хлебопекарный, грубо говоря, или хлеб нужен всегда, понимаете. Если частный инвестор захотел сделать вложение в иностранные ценные бумаги, он должен, прежде всего, прийти к специалисту. Это брокерские конторы, которые, во-первых, работают с частными лицами, они должны открывать индивидуальные счета для такого лица. Вы должны, естественно, придя на такую встречу, предварительно позвонив, встретиться с человеком, расспросить его о том, каким образом та или иная компания осуществляет такие услуги для частных лиц. Что для этого нужно? Открытие счета в такой компании. Ну, естественно, посмотреть на документы этой компании, где будет сказано, что эта компания зарегистрирована под таким-то номером, имеет такую-то лицензию Федеральной службы по ценным бумагам или, если это банк, Центрального банка. То есть, конечно, нужно собрать определенную информацию об этой компании, не брать телефоны на улице, грубо говоря, если объявление. То есть, нужно обращаться уже в компании, у которых есть какой-то послужной список, который уже многие компании работают на этом рынке 10 лет. То есть, нужно идти уже в компании, которые зарекомендовали себя на этом рынке, ну, естественно, встречаться со специалистами. Очень многие компании с удовольствием это сделают. Или зайти на сайт и ознакомиться через интернет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова